Списки потенциально могут содержать огромное число элементов, поэтому задавать значения элементов списка, явно указывая их через запятую в вашей программе, как правило, неосмысленно. В большинстве случаев значения элементов списка вы будете формировать либо получая эти значения, читая данные с клавиатуры или из файла, либо вы можете генерировать значения элементов списка, добавляя их по одному с помощью цикла, либо же можно использовать специальные конструкции генерации списков. Если надо сгенерировать список, состоящий из одних и тех же элементов, то можно использовать конструкцию умножения списка на целое число. Таким образом, первая операция вам сгенерит список, состоящий из пяти нулей. Если же надо получить список, состоящий из каких-то более сложных значений, то можно формировать такие списки с помощью генераторов списка, которые также называются list comprehension. В общем случае, эта конструкция устроена следующим образом. Мы используем некую переменную, указываем значение, которое будет принимать эта переменная, и указываем выражение, которое, как правило, зависит от этой переменной и которое вычисляется для всех значений последовательности, указанной после слова in. Таким образом, в первом примере происходит формирование списка следующим образом. Переменная i пробегает все значения от 0 до 4. Для каждого значения от 0 до 4 вычисляется значение выражения, которое в данном случае равно 0 для каждого числа. Таким образом, будет сформирован список, состоящий из все тех же самых пяти нулей. Во втором случае давайте сгенерим список, который создает квадраты целых чисел. У нас переменная i будет пробегать все те же значения от 0 до 4. Для этого мы используем конструкцию range от 5. И для каждого значения от 0 до 4 мы вычисляем значение i в квадрате. Таким образом, первым значением нового сформированного списка будет 0 в квадрате, то есть 0. Первым элементом с индексом 1 будет число 1, потом 4, потом 9 и потом 16. Таким получится итоговый список. На самом деле с конструкцией list comprehension мы с вами уже сталкивались, когда производили чтение нескольких чисел из одной строки. Эта стандартная конструкция позволяет получить и записать в переменную a значение целых чисел, которые находятся в одной строчке. Операция input читает строку, split позволяет разделить эту строку по пробельным символам. И дальше к каждой части мы применяем функцию преобразования строчки в целое число. И получаем таким образом в результате список из чисел, которые были записаны в исходной строке.